Добрый шоу всем, дамы и господа, с вами Кулина, и сегодня я буду приветствовать здесь, в этой игре, где у нас добавили новогодний ивент, который предшествует у нас тут новому году. А если у нас Новый год это носу, то на носу и праздники, а если праздники, то вместе с этим и приключения, в виде одного великолепного нашего персонажа, которого мы встречаем в самом начале прохождения вообще этой игры. Да, если кто не догадался, мы сегодня в третьей части шайдика. Добавили сюда зимний ивент, а вместе с этим придачу у нас и сюда подкатило приключение сержанта, и те, кто помнит, как я его приходил, вы знаете, что там у нас в конце дают на выбор любую оружку, которую вы, в принципе, захотите себе забрать. И вроде как, если я помню, я вроде, по-моему, забирал то ли меч, то ли что-то еще, но что-то было как раз-таки из этого. Но, в любом случае, халявный шанс забрать то, что себе нужно, ну и оставить, в принципе, себя в коллекцию, как на новогоднюю игрушечку, чтобы не обижаться и не расстраиваться. Но, не только, кстати говоря, у нас тут приключение добавилось, вместе с этим у нас добавилось и вот эта вот наша веточка в синхронизаторе с Гизма. Да, ну видите, у меня тут 64%, тут у кого-то может быть по-разному, и, ну как видите сами, да, здесь прям выглядит достаточно нехило. Ну и опять же, это все у нас, естественно, открывается либо по ходу сюжета, либо по ходу каких-либо квестов, ну или ивентов, ну или вот как в случае с сержантом это приключение. Так что, да. Но, я все же Сержа трогать не буду, как я уже сказал, у нас сегодня зимний ивент, а там, как бы, у нас встречает великолепная троица в виде скаута Сани, естественно, Шибаты, ну и нашего разратчика Вэйя. Так что, давай-ка, ну полетим все же к ним, заглянем, посмотрим, что там-то как, и увидим, что там вообще поменялось, в принципе, или нет. Ну, судя по тому, что я уже тут вижу от слов фанатки, я так подозреваю, что-то тут не поменялось, хотя, вроде как, здесь было написано, что у нас что-то еще потом будет, но, к сожалению, придется ждать. И опять же, наши старые добрые лица, поэтому с кем тут еще уж не бывает. Ну, давай-ка все же пойдем посмотрим. Да, у нас тут рыбалка осталась, остались игры Снежки, но, блин, к сожалению, с ними там нужно немножечко потеть, потому что, если хотите себе залутать БПшник, то будьте готовиться к этому. Ведь, как-никак, здесь придется постараться. Ну, и, кстати говоря, да, здесь у нас вот такой вот сетик, который у нас идет с Сензингунем, ну, у меня этот сет есть. В прошлом году, по-моему, про значит, честно, тут, по-моему, как-то давали другой сет, но уже не припомню, это было давно. Как видите, да, в премиум у нас там сет Коруля. Ладно, давай все же пойдем погоняем. Я думаю, в принципе, это будет быстро. Правда, к сожалению, я не менял не пикировочкой, если чего-то там у меня сейчас эпики стоят. Но, в любом случае, давай попробуем, почему бы и нет. В любом случае, стали добрый рынок. Поэтому сейчас будем спокойно наготове всех давить и уничтожать сюда с наслаждением. Пока потихонечку разыгрываюсь я, потому что тут видно, что много чего тут не уходит. Ну, я думаю, здесь будет полный вес. Так. Хорошо, ладно. Пока уже тут достаточно, в принципе, урона я наношу. Ну, конечно, если бы я взял бы сюда бы сет, то было бы намного быстрее. Потому что здесь, учитывая то, что добавили механику с прокачкой сетов, тут прям, ну, все быстрее и быстрее будет выходить. Хотя, это вам еще надо будет постараться пройти как раз скин. Войны фракции, за которые вам нужно будет еще крутить гачу. И, как я говорил в случае с видео про новую пачку, вам придется, как бы, рассчитывать на удачу. А там, как вы знаете, удача, к сожалению, не очень велика. Поэтому да. Ну, ладно. Пока тут я удал шок. Ага, уже вошел снеговичок. Но я вынырнул вовремя, к счастью. Но игры, к сожалению, покоя не дают. Так. Вот так вот, наверное, давай сразу сделаем, чтобы не морочиться. И с пистолетом сразу его поймаю. О, хорошо. Так, ну-ка. Все, отлично. Собираю. Ну и вроде как, с душой покойной, знаете ли, ничего, в принципе, тут более. Тут у нас, если, конечно, я припомню, должно быть, да, пять боев. У нас, естественно, в конце быстрый пачок. Но, давай-ка все же, наверное, я, пожалуй, поменяюсь. И пойду я через другой сетик. Скорее всего, я возьму тот сет, который, естественно, у нас стал новогодним. Ну, а если кто, конечно, помнит, то это у нас сет с Акадой. Да, который у нас тут есть в этой игре. И который требует уже своего великолепного часа. Да, 201 тысячи силы. Ну, давай-ка на всех случаях посмотрим, что у меня там с экипировочкой. Чтобы уж прям не заморачиваться. А, а тут все прекрасно. Хорошо. Ну-ка, говорится, у реван. Пошли. Плохой Акадо сейчас будет штурмовать плохого Акадо. Да. Плохой Акадо с плохими наминами. Ну и вместе с этим колючь в придачу. Который, ой, как подвоху даст. Ага. Заметил, кстати говоря, что тут шкала появилась. Наконец-таки. Нормально, интересная шкала. По-моему, если шпать, это раньше не было. Потому что весь... Надо было все же на... Как-то на зву... Это... На звуку догадываться. На слух тоже о том, что у тебя в скором времени крит откатится здесь. Ну, хорошо. В любом случае, я забираю первый раунд и идем дальше. Без каких-либо подвохов, без каких-либо нюансов. Поэтому, да. Здесь, как бы, все берет со своим уже достаточным чертом. Правда, к сожалению, я хотел бы здесь видеть... На таком вот сете... На таком вот интересном сете... Все же какой-нибудь бонус. Но, увы... Бонус почему-то не завозит. Хотя было бы неплохо такое сделать. Тем более, сет как-никак уникальный. И можно этим воспользоваться. Так. Ну, и тем временем уже все, как говорится, до связи к колючему у нас. Хороший был момент. И вместе с этим... На придуманный аргумент. Да. Есть каких-либо вот просто моментов. Вот, пожалуйста. Вот такой вот акадом. Ну, и да, у меня перфектом. Поэтому я жив. Хотя, тут даже не совсем перфекта. Потому что, понимаете ли, я же еще тут отъелился. Поэтому, да. Ладно. Летим дальше. Давай, смотрим. Просто на всех парах. Летим. Как Ади мучится и здоровится. Ага. Вот и дубак. Привет. Передает. Ага. Нет. Не, дружище, пожалуйста, не надо. Ага. Нормально. И полетели. Ну, тянемой я точно здесь сразу уязать не буду. Потому что оставляем на всякий случай именно на второй раунд. Потому что на втором раунде, чтобы можно было спокойно вытащить. И себе при этом жуть не заруинить. Просто, понимаете ли, после первых раундов тут чувствуется запах этого момента. То, что вас могут забирать. А, и я тут решил просто в упоре заюзать, когда я уже к нему подходил. Ладно. Ну, полетели тогда. А, нет, я не попал. А вот здесь попал. Хорошо. Мы на связи. Да, хорошо. Минус дубачок. Он все же решил меня в упоре побить. Но, увы, у него не получилось. И да, у меня перфекта. Потому что, опять же, учтем нюанс хило. Во второй части такой штучки нет. Ну и в 6, ты говоришь, тоже. Так. Ну все. Так, у нас морозное касание идет. Ой, блин. Вот это вот, по-моему, неприятное условие. Очень абсолютно неприятное условие. Кардинально неприятное. Здесь придется, если, конечно, я помню, рассчитывать именно только на 1-2 удара. Так что, давай-ка, наверное, через криты будем бить. О, хорошо. То есть, вот первый. Вот второй. Все, третьим не бьем. Потому что там будет просто заморозка. И, увы, стан будет обеспечен. В этом плане все же я с этом акаде здесь все же без проблем справляюсь. Был бы все с династами, уже проблемка была бы. Нет, нормально. Пока живем. Ну там, тем более... А, ну да, это 3-4 в упоре прям завязать. Ну, это мимо. Вот здесь, я думаю, можно спокойно добить, да. Тут, тем более, осталось лов-пп, поэтому здесь можно вот так вот, раз. И вот. Хорошо. Думка краски на свечу ранку. Вот это тут прям вот неприятно. Но вот дальше, конечно, самокадо пойдет, а он тоже еще неприятнее будет. Ну, сами понимаете ли, учитывая все это суету, тут прям, ну, вообще не напрягаешься. Так. Не, дружище, увы, я тебе не позволю такое провернуть, поэтому... Дай-ка я тебе похолдил даму так вот покрепче. О, хорошо. Все, ждем. Вот и отлично. А то, видите, вот сейчас вот как раз-таки 4 штуки, я подстану, и при этом привет, Крит. Вот, пожалуйста. Ну, тут еще, благо, повезло, он только в упор подходил. А здесь можно уже спокойно давить. Все. Вот, кстати, из-за этого, ну, в общем, промоточично становится проходить этот Авинтос. Ну, в этом моменте. Ладно. Хорошо. В любом случае, я забираю. Поэтому. Прекрасно. Приколдаюсь. Ну, и здесь у нас... А, нет. Акадо мы, кажется, не встретим. У нас рукопажное. Ладно. А там у нас, скорее всего, должен быть... Колим. Я, честно признать, думал это увидеть. Нашего Акадо. Так. Давай-ка вот это сразу. Все, полетели. А, у нас только Пашка. Подожди, я же ногами пинаю. Так, давай тогда ногами пьете. Ясно. Ясно. Меня, конечно, бы... Пождуть бы еще спокойно. То он сейчас меня может запинать. Сейчас вот так вот это просто будем проворачивать трюк. О, хорошо. Ну и все, амин усталый. Без проблем его заберем сейчас. Так. Ай, да. Я крык в голову словил, поэтому надо осторожнее здесь быть. Ну, а здесь не запинаю, увы. Нужен крит. Нужен крит. Да, есть крит. Хорошо. Ну да, здесь, наверное, тоже можно спокойно тянемо его вот так вот долбануть. Чтоб не мучиться. Вот и хорошо. Все. Минус колючий. Минус колючий. Минус такой. Ну и перфектно привет. Так. Опять, наверное, то же самое еще будем проворачивать. Тут такое условие, что хочется просто запинаться. Вспоминается, так сказать, то условие, которое было в арене. Ну, а лучше о нем, кстати говоря, не говорить. Потому что, по-моему, она присутствует. Это у нас как раз скиданного в годнем ивенте. Не очень приятно. Но, увы, к сожалению, от этого не избавишься. И да, я жесткого масляния наставлю. А этот еще решил уйти в снеговичка. Ладно. Тихо. На осторожке. Нет, все же не успел. Не смог. Так. Отлично. Прямо около васяночки вот так вот. О, хорошо. Все. Забрали до что-то пока. Дубочок, дубочина. Дубочинский, знаете ли. Дубоч. О, здесь мне уже... Мне уже здесь руки доступны. А, нет. Увы. Это облом был. Уйду. Уйду. Хорошо. Все. Ну, благо, по крайней мере, здесь, опять же, нет этого касания, поэтому здесь можно спокойно бить. Бить да запинать спокойно, с удовольствием. А, не успел у меня откатиться. Ладно. У нас уж там урона хватило. Нет. Дай пожить. И тебя добить спокойно. Вот и хорошо. Все. Минус это у нас. Ребятушки. Минус они. Вот и прекрасно. Так. Ну, давай. Забираем, что у нас тут есть. Вот и хорошечно. И вот они, как разки, опять же, хулиганы приходят именно только на праздник. Поэтому неудивительно. Но шибата в своей красе. Главное, главное, это другое. Ну, бусор бачков, к сожалению, тут для меня ничего интересного не упадет. Чисто для меня фулл скип. И все, пожалуйста. Да. Но тут, по крайней мере, фестивальный марафон выполняется. И это, ну, знаешь ли, неплохо. Так что, да. Скорее всего, я так чувствую, у нас Акада вот здесь должен ловиться. Или не вы здесь. Да. Ну, признать честно, я уже подзабыл. Потому что, сами понимаете, уже тут год прошел. Все можно забыть. И тут, ну, всякое тут представляется. Так, ладно. Давай сюда. Хотя бы пошли и сгоняем, может быть, сюда. Там, если, конечно же, можно будет. Да, можно будет сюда. Да, и выиграть снежки. Так что, давай-ка как раз кого-нибудь там побьем спокойно. И на этом как бы все. Чтобы уж не заморачиваться. О, вот и пожалуйста. Здесь надо вот так вот сразу, вот так вот бить. Чтобы не уходили далеко. И много снежков сразу на месте подбирать. Так. Вот так вот, раз. Вот так вот, два. Вот так вот, три. У пари четыре. Ага, попал. Все, забрал. Есть первый раунд. Ну, то есть, чисто вот так вот, на запиночку. Главное, самим-то только не изруиниться. Жестко. Так. Чисто через обходы, через что-то еще можно сыграть спокойно. Вот так вот, в упоре. Раз. Ага. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, лови. Нет, не попал. Зато в упоре я тебе дам. Ох, ноу. Снежка нету. Подожди. Давай-ка. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не дать, не дать, не дать, не дать. Он решил просто порохнуть надо мной. Просто через обходы сыграть. Так, нормально. Лови. Попал. Все, забираю я его. Окей. Конечно же тут, ну, без никаких каких-то тут еще нюансов. Ну, с кем тут не бывает. Так, ну и шиба-то у нас ластовы. Сейчас он, скорее всего, меня будет сейчас разворачивать. По полной. Так, ну, надо осторожнее с ним быть, а то, ну, наличу в друг. Так, я ушел. Вот так вот, давай, сразу ему в упоре. А, нет, нишков нету там. Далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко. Далеко-далеко. Уйдем сразу, давай, лучше. Так, а я надеюсь, могу попасть. Да, попал. Хорошо. Нет, 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 нет. Уйдем сразу. Хорошо. Мясо говоря, уже тут это мало хп осталось, поэтому надо осторожнее быть. Раз. Два. Ну, все, слава богу, шаббату я добил. Ну, его револ. Спокойно. С тяжками покидались. И забираем наши жетончики с билетами. Вот и хорошечно. Понимаю, нормальный снежный бой. Без правил. И, как всегда, аренда оружия по доступной цене от фанатки. Как же без этого? Ну, на этом я буду завершать на сегодняшний видок с этим ивентом. Да, все по классике жанра. Честно признать, я думаю, что-то будет новое, но я так подозреваю, скорее всего, что-то будут вводить уже чуть позже. А может быть, и вообще этого, в принципе, и не будет. Все же, как-никак, это третья часть. Ивенты здесь реранятся каждый раз с каждым разом. И, как бы, ничего сверхъестественного тут нету. Ну, буду с вами прощаться. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте колокольчик, ставьте новые видосики. Ну, и, конечно же, всем удачи и всем ппк.